Вот и начался сезон, когда практичные белорусы запасаются натуральными овощами и фруктами, устремляясь на осенние ярмарки. Каждый старается приобрести впрок продукты по разумной цене. Много среди желающих пожилых людей. Здесь, на автостоянке за торговым центром Дидас Перси, они прицениваются, торгуются и покупают. Покупают много. И все бы ничего, но как доставить домой тяжелые мешки с картошкой или капустой одинокой бабушке? На помощь приходят волонтеры. Я вообще считаю, что если я могу кому-то чем-то помочь, то надо помочь. Ну, бабушка, они такие старые уже, тяжело им эти мешки с картошкой носить. Ну, а я молодой, здоровый, почему бы и нет? Сельскохозяйственная продукция нужна всем, и в основном вот как раз такими людям. Ну, будут ходить, покупать, а мы будем ходить, помогать. От слов быстро перешли к делу. Кому нужна была помощь, обращались к волонтерам. Своеобразным маяком для бабушек и дедушек служили их голубые куртки. А потому найти и обратиться к молодым ребятам было несложно. И такая помощь для многих была очень кстати. Вы знаете, часто хожу, потому что беру картошку, капусту, морковь. Конечно, очень тяжело, хоть я близко тут живу, но тяжело. Это хорошо, что вот помощь такая для нам, пенсионера. Вот, большое вам спасибо за все это. Ярмарки и базары испокон века считались делом не только нужным, прибыльным, но и веселым. К ним готовились и продавцы, собирая лучший товар, и покупатели, теши себя надеждой поторговаться и побалагурить. Ведь базар на то и базар, чтобы сбыть как можно больше всякого товара по хорошей цене. Это про продавцов. А покупатели желают купить все лучшее, как можно дешевле. Так и хочется задать вопрос, чем вы, гости, торг ведете? Чем я торгую? Капустой торгую. Картошка, стекла, лук. Ну, уже заканчивается. Интересуется всем. Особенно картошка. В начале сезона начинается. А к концу уже прошла капуста. Лук берут хорошо. Ну, все по очереди, по чуть-чуть. Найти картошку, морковь и капусту без химии и по демократичной цене в супермаркете намного труднее, чем на ярмарках. Да и поторговаться в магазине нельзя. Правда, цены на сельскохозяйственных ярмарках по сравнению с прошлым годом все же немного подросли. Все варьируется в зависимости от цена-качества. Свекла, морковь, картофель представлены от 80 копеек до рубля. Соответственно, более дешевый товар распродается с самого утра. Уже к середине дня может быть все распродано. Оживленная ярмарка начинается, наверное, с часов 9 утра. Иногда даже и с 8 уже активно идет торговля. Пока некоторые спят, многие активно закупаются. Активно закупаются приезжания не только в центре города. В восточной части областного центра тоже многолюдно. И представленный ассортимент на этих ярмарках ничуть не хуже. Доказывает, это их выросшая популярность. Что, можно сказать, радует, наверное, по сравнению с прошлым годом, о том, что стала больше польза популярностью площадка, скажем, ярмарка у торгового центра «Экватор». Потому что, если в прошлом году у нас только один раз на расширенной ярмарке было достигнуто, скажем, участников 130, это продавцов, то уже двое выходных подряд мы уже сейчас имеем там столько продавцов. Это говорит о том, что та площадка тоже начинает пользоваться популярностью. Она, наверное, более, даже лучше, удобнее подъезды. Поэтому это радует о том, что люди начинают выбирать, где более удобные площадки. Как правило, большинство приходит на ярмарку за картофелем, свеклой, луком, капустой. Хотя не только эти овощи можно найти на прилавках. На площадке возле торгового центра «Экватор» встречаются экзотические новинки. Например, азербайджанский гранат. К тому же здесь можно приобрести свежую рыбу, душистый мед, саженцы, плодовых деревьев и кустарников. Отличный ассортимент, красивая ярмарка, хорошие люди. Каждый год прихожу. А почему? А потому что кушать хочу. Выбор хороший. Хороший выбор. И очень продавцы такие внимательные подскажут и что. И даже помогут там, как говорится, и перегрузить там. В общем, очень-очень-очень хорошо. Все хорошо организовано, прекрасно. Главное для покупателя – натуральность и приемлемая цена продуктов. И эти критерии на ярмарках-распродажах продавцы стараются соблюдать. Ярмарки в Бресте являются традиционным способом обеспечения населения плодовочной продукцией. Я бы даже сказал, что это является историческим колоритом нашей нации. Люди привычны к ярмаркам и люди любят приходить и покупать, наверное, то, что они хотят, пользуясь богатством выбора ассортимента. Ну и выбирать лучшие цены. А ярмарки предоставляют такую возможность. На текущий момент, если брать в ценовом выражении, то товарооборот по прошедшим ярмаркам уже превысил где-то на 20% прошлогодний. Ярмарки в городе пройдут еще 30 октября и 6 ноября. Поэтому те, кто по разным причинам еще не был на торговых площадках, смогут запастись необходимым на зиму.